быть маленьким но тяжелым то что в них влилась другая порода это ничего страшно это заслуга тем кто это создал вот сами они бакенчатник друзья всем привет вот опять мешали на связи решил чуть-чуть покормить голубей и высказываться по поводу темы которые бушуют сейчас в интернете в ю тубе а именно про широкохвостка голубей хочу сказать и высказать свое мнение и мнение моих друзей которые держат уже ботинский голубей на протяжении многих лет которые были в боку которые привезли из боку голубей сразу говорю не хочу никого обидеть каждый держит что любит так что для каждого человека найдется подходящий для него голубей но сначала друзья вы должны определиться какую птицу вы хотите держать потому что классические ботинцы я конечно не специалист но много увидел многими людьми разговаривал даже с теми кто держал всегда классику а потом привез широкохвост их смотреть что они представляют и через некоторое время убрали всех если вам нравится эта птица может держать но как правило хорошего боя вы от нее не увидите она очень долго летает по корпусу большие а как мы знаем большие горби они никогда не покажут красивую игру ну это аэродинамика большим голубям очень трудно бороться с воздухом поэтому как правило большие горби они долго летают но игры мало да они там красивые по по виду очень красивая птица многие там еще говорят что в них влились павлины но я не думаю что именно павлинов потому что как мы знаем павлины это не летная птица или нету никакого смысла смешивать именно с павлинами есть и я увидел какой-то фосфос есть одна порода немецкая орел по моему называется немецкий орел вот я поищу фото если найду вам покажу вот эта фотография вот и как я думаю они намного похожи именно с широкохвостами голубями насчет павлинов я не думаю что там именно павлины у павлинов идет другой корпус другая шея и это с годами может быть все равно они должны дать какие-то метисы из-под них выбрасывать поэтому не думаю что именно есть такие слухи именно про их голубей почему они всегда на резке держат ну первый такой как все говорят чтобы не потерять ну может там есть каждый горбевод стремится чтобы сохранить птицу да и они просто режут крылья вытаскивает птенцов а то что ли не должно летать она летает вот как все успокоились второе предположение по поводу резки крылов это то что голуби не имея крыла не всегда машут и так лучше чем держать птицу закрытыми потому что мышцы они всегда работает всегда в тонусе и таким образом вы можете избежать шишек на крыле и так далее третье предположение это то что когда голубям режешь крылья перья мышцы работают на максимальное напряжение и поэтому когда у голубей растет вся крыло то он летает очень легко как говорили мои друзья которые держали и приобрели этих широких постах чтобы посмотреть сделать разницу говорили что птенец до выходит на улицу там летает первый день на втором не он может сразу в точке идти и больше не возвращаться такая у них тяга к небу по поводу игры там больше полета чем игры там не рейская игра такая плавная как бабочки вот по поводу бабочек в них тоже может быть то что в них влилась другая порода это ничего страшно это заслуга тем кто это создал уважение им потому что ребята каждая порода который вы видите и она создана путем скрешивания других пород поэтому здесь ничего страшного нету все породы созданы путем скрешивания других пород вот у нас молдавии есть один друг он тоже увлекается широкохвостами в этом году я обязательно поеду посниму у него голуби посмотрим именно показать в полете потому что в боку до герман там был снимал ну в основном вся птица на земле не были такие кадры чтобы оценить птицу по достоинству может она и достойная ну никто еще не показал эта птица сейчас в тренде кто хочет на нее зарабатывать зарабатывает а кто хочет держит голубей для удовольствий есть люди которые делают много денег благодаря голубям а есть которые всю жизнь держит для себя для удовольствий для друзей поэтому каждый делает что хочет никто никого не должен оскорблять унижать голубей надо держать для души вот сами они бакинчатник в этом году привез уже побольше бакинцев ну как как бы всегда держал ну в основном у меня другие другие породы в приоритете были богин так для души держал белых всегда особенно чубатых хочу еще такой нюанс рассказать что да не есть бакинские голуби но то что они до сих пор существует это не благодаря бакинским голубеводам как мы все уже увидели у них в приоритете другая линия другая порода как так говоря а мы страны бывшего с ссср держим тех старых голубей поэтому от них осталось только название а существует она благодаря вот именно голубеводам с этих стран у них еще можно найти именно старых бакинских голубей те маленькие которые по курсу как написано в книгах что берешь голубя в руке я он должен как камень быть маленьким но тяжелым вот те и назвает старых породных бакинских голубей по поводу лета это уже другой вопрос в каждом регионе птица летает по-разному вот у меня допустим сизые летали максимум час я отправил в италию другу он говорит они летают там по три часа свободно поэтому все зависит от климата от ветров если откуда и привезли голубей которые летают там по 6 по 7 часов и у вас не летают это не чает что эти голуби плохие надо смотреть на все эти нюансы сделать вывод и все будет нормально а то что широко хвост голубей могут уничтожить классику не знаю если голубеводу буду держать в чистоте старых то ничего не будет это все опознается в сравнении и люди сами уже делают выбор какую птицу именно держать вот друзья это мое мнение надеюсь никого не обидел рассказывайте в комментарии свое мнение буду рад читать я знаю что есть люди которые держат именно красивых голубей ну вот как-то так а ну Субтитры создавал DimaTorzok